Стоит внимание к тебе. Ну да, да. Стоит. Нельзя так просто взять и надеть очки, когда снимаешь. Неудобно. Свежий воздух. Свежий воздух. Гомарджоб авантюристы. Меня по-прежнему зовут Илья. А меня Джессика. И сегодня мы за кадром. И вот такой вот странный ролик у нас сегодня будет. Навеян он каналом Potato Jet, который я давненько посматриваю. И ролик, с которого я слезал эту идею, тоже довольно-таки старый. Да и вообще много таких видосов. Но я давно подумывал, что хочу попробовать так же сделать. И вот наконец-то дошел до того, что... Докатился. Снимаю, короче. В чем концепция? Концепция в том, чтобы показать вам реальный какой-то город. Движ без склеек, как оно есть, без каких-то монтажных вставок. Просто вот гуляем, ходим. И все, что я вижу, я вам показываю. И это происходит на протяжении 24 минут. Почему именно такой формат? Можете посмотреть на канале Potato Jet. Но я лично для себя понял, что это типа как уменьшенная версия 24 часов. И, соответственно, 24 минуты это такая достаточно емкая вставка из жизни, по которой можно делать какие-то уже суждения, мнения и выводы. При этом мы, как бы, вполне вероятно будем очень часто затыкаться и либо говорить о чем-то своем, вне контекста. Возможно, я даже потом что-то буду убирать из ролика, потому что посчитаю, что это не в тему. Но на самом деле, мне кажется, лучше даже и не убирать. Лучше это оставить и просто не говорить на какие-то суперличные темы. Интересный опыт. Да. Ну и, собственно, вот. А, ну и чтобы вы были в контексте того, что сейчас происходит, мы все еще в Батуми, в Грузии. Только что ходили в магазин, вот начало видео, это Батуми Молл. Нам туда нужно было, потому что там лежал наш ирригатор когда-то давно, который у нас поломался, который мы там и купили. Он сломался, и мы его в итоге сдали назад. И теперь все, терроризируем аптеку на тему того, чтобы нам вернули наконец-то уже либо деньги, либо ирригатор. Ну, там вроде все нормально. Они его отправили просто в Тбилиси. Пока что, пока что мы просто ждем, что он отлетит, долетит до Тбилиси, его починят, и он вернется назад. Мы просто не знаем, сколько это займет, поэтому вот время от времени забегаем, смотрим, ходим. Вот. А сейчас мы вышли, собственно, из этого молла и идем до тоже еще одного магазинчика. Там я хочу, уже давно хочу себе Панаму, и все, никак не могу найти нормальную Панамку. Вот. А магазин находится напротив Тбилиси банка, поэтому идти нам где-то как раз минут 20. Так что и поснимаю, и порассказываю что-нибудь по пути. О, зеленый. Можете обратить внимание, как все носят маски. На самом деле не носят. Хотя сейчас вроде бы у нас масочный режим во всей красе. Нужно вообще везде носить маски, но вот через одного. Кто-то носит, кто-то не носит. Должно быть сейчас с тобой через одного. Да. Ну, мы так, типа, где-то надеваем, где-то снимаем. Да, потому что тяжело дышать, когда жарко, и ты в маске, и вообще жесть. Также по поводу магазинов, почему мы так вот ходим везде ногами, тут как-то реально не очень хорошо с товарами. То есть их нужно искать. И нету привычных вот этих, я уже говорил, вайлдберсов, озонов. И это не очень удобно. С моментами иногда просто хочется что-то себе купить дешево и не тратить на это много времени. И для этого у нас есть прекрасный онлайн-шоппинг, который здесь, к сожалению, вообще никак не представлен. Его отсутствие, конечно же, экономит нам деньги. Да я бы не сказал, на самом деле, что мы прям часто и много покупали товары там в интернетах. Просто когда они нужны были, это, ну, раз-два и все, и забыл, пока не пришло тебе на почту. Справедливо. Так, пока что шесть минут только. Неплохо держимся. Даже что-то умудряемся на фоне говорить. Надо просто представить, что камеры нет, наверное. Ну, это немножко тяжело, потому что камера тяжеленькая. И плюс еще и внимание вызывает. Да, еще один плюс ходить с телефоном, это то, что, да, меньше внимания на тебя обращают, а так, типа, слишком много. Так-то иди вперед. Тут потому что узко. Можете наблюдать проблему, мне кажется, любого мегаполиса. Не спланировано для того, чтобы быть мегаполисом. Это вот как раз узкие дороги. Кстати, здесь же где-то еще недалеко кот он должен быть. А, точно. Можно еще до него до скрести, все равно уже сегодня особо больше ничем заниматься не будем. Ты как думаешь? Собаку ругал. Собак нельзя ругать. Это верно. Но их нужно дрессировать. Их не нужно дрессировать, их нужно любить. Ну, ну. Так что ты думаешь, до Коттана дойдем еще сегодня? Ну, можно дойти. А, ты же там еще что-то себе хотела? Да, кстати, то, что ты себе хотела снять, это вообще куда что? Есть план, куда нужно идти, где это снимать или это без разницы где? Это без разницы где, но хотела типа где-то на море, на фоне моря. Вот, но желательно, чтобы там людей не было. Но, честно сказать, я даже не знаю, где у моря нет людей. Надо подумать. Ну, если только туда, где аэропорт уйти. Да, да, я тоже про это подумал сейчас. Вот такие собаки тут зачастую не редкость откисают. И сегодня, кстати, да, сегодня у нас день после шторма, потому что вчера море колбасило так, как до этого ни разу не колбасило, но я такого не видел. Даже все предыдущие разы, когда я вам говорил, что я такого не видел, забыли, все. Вчера был полный трэш, но было классно при этом. Мы-то дома сидели, поэтому вообще здорово. Даже из балкона море вроде далеко, но было видно, что там почти середины моря. Аж волны такие сильные-сильные были. Так же, так же, так же, да. Это я все к тому, что, можете посмотреть, сейчас абсолютно не залито никак. Не затоплено ничего, все нормально, ливневки работают, собаки отдыхают. Люди гуляют. Что-то мы как-то слишком быстро дошли. Я не ожидал. Всего лишь 9 минут прошло. Это сибирская ходьба. Ну да. Там ты быстро передвигаешь ногами, чтобы не замерзнуть, не согреться. Ну, в принципе, мы можем зайти и так в магазин с камерой. Если выгонят, то выгонят. Где-то здесь я вот видел, мы проезжали. А, ну вот, панамки. Это оно? Не знаю. Не помню. Ну, вот TBC вот. И да, наверное, это оно. Там вон женские, по-моему. Пойдем. А, ну да, вон мужские есть панамки. Если будет темно, то извиняйте. У меня фильтр стоит. Очень похоже на. Я смотрю. Я не вижу панамки. Я смотрю, я не вижу панамки. Очень много женского. Не, я не нашел. Приходится локтями открывать и закрывать двери. Опять я остался без панамки. Угу. Несправедливо это все. Несправедливо. То есть, как бы, панамки-то здесь продаются. Они вон есть везде. Но они такие, как я хочу. Я хочу, типа, туристическую шляпку. Вот. Ну и с ними как-то тяжко. Ага. И самое забавное, я глянул на Wildberries там до 1000 рублей. Их прям вагон. Но сюда Wildberries не доставляет. К сожалению. У тебя телефон далеко? Тебе сподручнее? Нет. Можешь достать, попробовать построить маршрут до Коттена. Что я на память не помню там, куда идти. Давай. Я примерно представляю, где мы. Вон слева там море. А, ну вон, кстати, можно... Пойдем так. Там прикольно. Там же, помнишь, мы когда-то давно там уже были? Там у нас находится озеро. Тут, кстати, все, что я прудом называл, и такими, типа, маленькими водоемчиками, почему-то в Грузии называются прям озерами. Хотя для меня это реально какой-то маленький пруд. Вот, стоило только немножко свернуть улиц основных. Вот тут дефолтная жизнь. Короче, нам нужно сейчас все время прямо идти просто. Прям-прямая дорога. Прям-прямая. А это мы вообще куда идем? Это мы сейчас, помнишь, к озеру, где мы сидели там? О, это классное озеро, кстати. Да-да-да. Там уже свежо. А еще здесь слева какой-то есть зоопарк непонятного назначения, потому что попасть в него я не знаю как. Ой, зачем я убираю телефон? Вон эти знаменитые стройки батумские. Там цена за квадратный метр ого-го. Если где-нибудь подальше, конечно, от моря, то будет поприемлемее. А где-нибудь подальше от батуми так вообще дешево, я бы сказал. Ну, песик оборванется. Чего оборванется? Тяжело ему, видишь, еле дышит. О, прям хорошо, прям свежо. Да, мы, как обычно, разогнались на самом деле. Мы прям быстро ходим. Давай помедленнее. Человек быстро ходящий. Ну, здесь можно медленно идти. Здесь набережная, здесь хорошо. Здесь пошире. Шире? Здесь пошире. Да-да-да-да-да. А там только будто это... Белка в колесо, надо бежать. Не так и на меня. Спасибо. Ну, господи, это кто-то кричит. Нет. Это кто-то кричит. Там вольеры какие-то? Да, там животные. Там же животные. И дети. И возьми, интересно, кто из них так кричит? Наверное, животные. Ох, тут хорошо. Ага. Новое местечко. Ну, до него идти, на самом деле, достаточно долго от нашего дома ездить. Ну, вот мы сейчас дошли, минут за 15, на самом деле. Да какое? Мы за 15 до Батуми Мола дошли. Ну ладно. Еще до Батуми Мола мы шли, сколько. У меня проблемы с этим. Мне кажется, суммарно мы минут сорок сейчас шли. У тебя рука устала, кстати? Да, у меня рука очень устала. Смени руку. Все равно там все трясется. Сместись буду. М? Тоже самое сказала. Ага. Знаменитый бык с Уолл-стрит. Его тоже за яйца трогали. Перекочевал. Ну, судя по нему, его где только не трогали. А-а-а. Такое. И он чем-то заболел. Сифилисом. Ну. Выходит, что так. Мраморный бычок, да? Да. О, тут, кстати, есть интересная статуя, до которой мы в прошлый раз не дошли. Вот, кстати, видны еще остатки дождя по мокрой земле. По ней мы сейчас и пойдем. Остатки дождя по мокрой земле. Звучит, как книга какая-то. Знаешь? Знаешь? Может быть. Давай напишем книгу о том, как мы ходили по мокрой батумской земле. Мне кажется, это что-то военное должно быть. Не-е-е-е, ну ты что? Знаешь, только жизнь — это война. Знаешь? Ну да. Постоянно борешься сейчас. Маленькая звезда. Здесь только одна звездочка. Отойди. Так, я где-то приблизительно помню, где она находится. И да, извините за шум на фоне. Здесь везде шум привыкайте. Да. Будь то стройка, будь то дорога, будь то уборка. Мы прям ловим все, короче, вибрации вот эти. И у нас под окном и стройка, и там постоянно колодец какой-то, который проезжает, и он дребезжит очень громко. Короче, вообще все удовольствия. Все кайфы. Почувствуйте запах скошенной травы. АСМР. Блин, ненавижу. А мне нравится. Наши мурашки. По жопе. Что это за статуя? Не знаю. Не написано, к сожалению. Кто знает, напиши. Вау, чуть не вступил. Уж лучше в ЛДПР, чем в говно. Хотя... Надо подумать. Вот тоже какая-то прикольная. Какой-то человечек. Да, вот в эту сторону мы в прошлый раз не ходили. А, я вспомнил, тут он, наверное, что не работает. Меня заинтересовал в прошлый раз, когда я изучал районы и места, где куда-то интересное место посетить, посмотреть. Какое классное место. Под деревом. Да. Да и в целом. Ну так и вот. Вон, я уже вижу отсюда. Меня заинтересовал здесь фонтан, который, к сожалению, сейчас не работает. Его фишка в том, что, я думаю, вы все видели вот этот, типа, мейнстримный попсовый фонтан, который, типа, как будто бы кран из воздуха торчит, и из него вода льется. И, ну, тяжело описать. Короче, типа, у него нет ноги, и, типа, вода, нога спрятана туда, где льется струя воды. И называется он безногий кран. А, да? Он так и называется? Да, я пошутила. А, я не знал. Сказал без ноги. Ну и вот. И, короче, здесь такая же история была, только с камнем. То есть, как будто бы фонтан бьет в камень, типа, и как будто бы камень находится в левитации, левитирует от того, что по нему бьет вода. Но, к сожалению, сейчас воды нету. Я это уже не раз обнаруживал, когда мы приезжали на такси здесь мимо. Вот. Ну, ладно уж, пошли тогда идем. Уж, ладно уж. Уж, ладно уж. Уж, ладно уж. Уж, ладно уж. 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 Прикольно здесь все деревья как-то, это, брендированные, лейблированные. Да? Ну, там вон висят эти всякие бумажки, на которых написано, что это за дерево. Ну, я саму бумажку тоже не прочитаю. Ну, догадываюсь, что это не просто так там мусор валяет. Угу. Угу. Ну, в общем, вот, я думаю, вы понимаете, да? Вода бьет, камень типа левитирует. Место красивое, должно было быть. Но, ну, нет. Эй, на этом он реально левитирует. Ну, ты обманул. Ты обманул. Ты обманул. Угу. На эту штуку. На карту саму. Нет, не на кнопку. Ладно, Пошка. Да, я хоть буду снимать, что ты делаешь. А то так скучно стоять. Ну, сейчас есть. Она нужна. Она нужна. Она нужна. Давай, давай, сама. А то привыкла, что. Да я вот, сама. Ну, это кот. Кот он. Вот он, где-то вот, видишь? Дай мне карту. А, ну это нужно выйти направо, повернуть, дойти до конца этого парка, и потом налево. Всё, понял. Хоть кто-то понимает что-то. Как можно в картах не ориентироваться в 21 веке? Тем более, это не аналоговая карта, где даже не нанесено на ней, где ты на ней находишься. У меня плохо с ориентацией на местность. О, прикольная эта стена какая-то историческая, с которой дети прыгают. Истерические. Так, чё, мы по солнцу, да, идём? А у нас вариантов-то особо... Не, ну вот, можем в тень. Всем выйти из судорога. Из судорога. Не, ну тут нормально. Можем помяться местами? Помяться, давай. Хоп. О, да. Переостановка. Кайфее. Так, сколько там? О, 21 минута, уже почти что закончили. Интересный стиль, конечно. Ну такой. Ни разу в таком не слышал. Ты чё? А я откуда был слышал? В смысле? Ну да, не знаю, там Silicon Valley Voice, тот же самый, бродилки свои пустые. Ну это же просто без склеек. Ммм, чтобы не париться особо. Да, да, да. Экшн-кит, вот, который я тебе показывал. Помнишь, по Нью-Йорку ходит чувак такой с этим? С... Да и не только по Нью-Йорку. Ну у него экшн-камера, и типа на ней просто удобнее, что она маленькая. Есть стабилизация, если какая-то. Понятно. А здесь люди будут страдать. Но люди любят говно, поэтому я думаю, это видео может заскочить как вообще с удовольствием. О, полицай. Надо накинуть маску. Хотя вы можете видеть сами, что и полицай тоже особо не надевает её до конца. Ну вот так вот. Хотя я вообще недавно видел полицейского, который абсолютно без маски. У него вообще не было типа... Называется... А! Да, пофигизм. Хотела сказать немножко иначе. У меня ощущение или мы опять бежим? Тебе не кажется, да? О, тут клуб шахматистов, да? Да. А я вообще... Мы помнишь, с тобой гуляли где-то и видели, что типа это для пенсионеров такая тема есть. То, что приходишь, регаешься в клубе, там нарды, шахматы... Можно замаскироваться под пенсор, короче? Можно. Пойти поиграть. Всех поиграть. А может на деньги, интересно? Ха-ха-ха-ха. Сколько там? Ты выиграешь, у них. Этот город настолько маленький, что мы когда выходили из дома и шли только до Абатумимола, мы видели вон того чувака. Который? Да, вон в рубашках, в джинсах. И он вообще в другую сторону шёл. Прикол. Так что, брат, тебя найдут и... Найдут тебя быстрее. Ты чё экаешь? А чё? Чё? Запрет? Да нет. Опять бежим? Ну, знаешь, иногда нужно обгонять. Иногда нужно. Согласен. Так, ну где-то, кстати, вот сейчас... А, ну мы просто сейчас вернёмся на ту дорогу, с которой я свернул, потому что захотел в парке пройтись прогуляться. Тут шляпы могут продавать? А, нет. Абсолютно точно сто процентов нет. Там есть панамки вот эти, вот мейнстримные, но нету того, что нам нужно. Мне нужно. Надо какой-то, наверное, туристический магаз находить. Слушай, я вообще ни разу не видел здесь именно вот магазин туристической принадлежности. Но мы тут и не везде были. Ну да. Ну вот я единственное видел только в карфуре эти портфели и, как я не знаю, палатки. И это прям максимум. Можно купить обычную панамку и верёвочку? Да, но у неё фасон немножко другой. Она такая, как, как он называется, тетрайдер, да? Когда основание длиннее, чем верхнее. Вот. Вот. А туристическая панамка, она именно как... У неё вот эти края шляпы, они под 90 градусов. Конечно, там всё сложно, это не... Дебил чек. Интересный способ ездить по дорогам. Ага. Мне кажется, что у них, типа, тормоза отказали, знаешь, как в кино. О, это, кстати, полицейский там был. Был. Я без маски. И ты без маски, да? Он спалил меня на полицейском участке без маски. Эх. Ну что ж. Мы почти дошли до Коттена. Уже время и так вышло. Больше, чем нужно, я снимаю. Так что спасибо, что посмотрели этот очень странный ролик. Если вы его вдруг решили зачем-то, почему-то досмотреть до конца. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте, если вам там что-то хочется прокомментировать. Советуйте. Комментарии открыты, так что да. Всё. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok